С каждым днём газовая столица становится чище и в основном это заслуга трудовых отрядов. Этим летом более 800 подростков заступили на трудовую вахту в разные организации города. В одном только обществе Урингой Горавтодор за сезон успели поработать 229 школьников. Сейчас в заключительной смене трудятся 76 активистов. Сегодня у школьников была задача непростая – убрать тундру в районе Западной Объездной. На месте побывала и наша съёмочная группа подробностей о Анастасии Волковой. Фасовочные пакеты от древесного угля, обёртки от мороженого, пластиковая посуда – как напоминание о недавнем пикнике. Только убирать тундру за нерадивыми горожанами теперь приходится трудовым отрядам. В одном только обществе Урингой Горавтодор этим летом потрудились 229 школьников. Заявку я подала месяц назад. Решила работать, чтобы убить время и провести день с пользой. Работать мне нравится, потому что мы хорошо проводим время и веселимся. Также, если выдаётся свободная минутка, мы можем пожарить сосиски и в целом всё хорошо. Убираться нравится, потому что мы делаем город чище, а экология – это, мне кажется, важно для нашего края. Все активисты снабжены спецодеждой. Это костюм, ботинки, перчатки, головные уборы и средства индивидуальной защиты. Объекты, на которых школьники наводят лоск, разные, а мусор в основном встречается бытовой. Причём количество мешков переваливает за сотни. Только за последние три дня активисты собрали порядка 250. Объекты у нас – это незастроенные территории, которые не входят в компетенцию управляющих компаний. То есть это и аэропорт, территория там получается от кольца до газовой заправки, это и территория района Петуха. А ещё поймы рек и, конечно, тундра. Кстати, желающих поработать этим летом по сравнению с прошлым выросло на 20%. В первом сезоне было принято на работу и устроено по срочному договору 80 человек. Во втором сезоне июля месяца это было 73 человека. И третий сезон, август месяца, это у нас получается 76 человек. Значит, помимо всего этого, на группы разделены, за ними закреплены комиссары, которые непосредственно ежедневно с ними работают. Причём одна из главных обязанностей комиссара – диалог с подрядными организациями и контроль вывоза собранного мусора на полигон ТБО. Он должен быть ежедневным. Анастасия Волкова, Артур Цвелюк, служба новостей «Импульс».